Дискуссия Как привести элиту, способную избавить мир от войн. Это продолжение нашей предыдущей дискуссии, где мы обсуждали эту тему «Мир без войн». И мы пришли к выводу, что нужна элита, что это все исходит от элиты. Ну, я сразу скажу, вывод спорный, но примем это за рабочую гипотезу, что это зависит от элиты и что нам нужно сделать. Я вот подготовил, как бы написал подготовительную работу, я разбил на три тезиса и в каждую свою порцию я скажу один тезис. Оно все идет у меня ковром, но я разбил на три части. Мы будем попеременно называть свои тезисы. Итак, я начинаю. Первый мой тезис. Две минуты. Вот мои две минуты. Две минуты мои пошли. Значит, мой тезис такой. Я его назвал «Хочешь мира, готовься к войне». Значит, во времена ядерного противостояния Советского Союза и США ученые работали над вопросом, как тоже, как и мы, как избавить мир от войны. И они использовали математики, теорию игр. И с помощью этой теории игр у них получался такой результат, что нужно максимально вооружить обе стороны. Вооружить до такой степени, чтобы непоправимый ущерб, который одна сторона могла нанести другой, был такого размера, чтобы другому не хотелось. И результат науки был такой. Вооружайтесь. Вооружайтесь до конца, до последней ступени. Стороны тоже этим же и занимались. Благодаря тому, что они вооружались, мир был избавлен от таких больших военных конфликтов. Ядерное оружие служило такой грантой. Выходит, в основе того, что в мир без войн лежат не благие намерения, а необходимость простого выживания. То есть, стороны, то есть, страх. Стороны боятся друг друга. Но тогда элиты должны вооружаться, а не избегать войн. То есть, вроде бы, благими намерениями умощена дорога в ад. Но, чтобы вооружаться, нужна сильная экономика. Это чуть-чуть как бы в сторону. Если экономика недостаточно сильная, значит, нужно входить в какие-то союзы государства. Если мы входим в союзы, то мы частично как бы теряем свою самостоятельность, потому что мы идем на какие-то компромиссы. Ну вот, итак, элиты, которые максимально вооружались. Я сейчас закончу свою мысль. Итак, элиты, которые максимально вооружались, что привело к паритету. Это есть элиты, которые привели к миру. Ну, то есть, парадоксальный результат. В процессе такого вооружения человечество делает шаг на пути повышения своей эффективности. То есть, побочным эффектом вот этого всего процесса есть более высокий уровень развития человечества. На этом я свой тезис закончил и передаю вам слово. И мы в прошлый раз выделили то, что у нас есть дикое общество, которое живет верно благодаря тому, что ими управляют цивилизованные люди. Мне уже время устанавливать? Да, можете устанавливать. И за пример мы привели школу. И я хотел бы свой доклад построить на том, что сравнить то, что у нас имеется в современной общеобразовательной школе и что имеется в современном мире. И понять, кто до кого дотягивает, кто до кого не дотягивает. И, может быть, надо что-то позаимствовать от тех, кто находится впереди. От тех, кто ближе к миру. И для этого мы должны рассмотреть взрослых, которые находятся в школе. Что же это за взрослые? И здесь я, Александр, вас попрошу мне немножечко подыграть, чтобы это было как бы интересно. Я буду задавать просто глупейшие вопросы, на самом деле. И прошу вас на них отвечать. Я понимаю, что это глупо. Но если мы посмотрим на это как на аналогию, понимаете, то есть посмотрим на то, что я говорю, а на то, что за тем, что я говорю, то, возможно, получится как бы интересно. Ну, у меня сразу первый вопрос. Кто является главным взрослым в школе? Директор. Да. Я думал, вы скажете техничка, поэтому я тут все переделаю. Не, ну, согласитесь, техничка она кричит, может, кого-нибудь тряпкой, да, бонг. Все-таки она, как бы, наверное, главная. Ну, раз вы наставите директор, хорошо, давайте директор. И теперь я буду задавать вопросы относительно директора, как... Ну, допустим, первый вопрос. Как директор становится директором? И я вам сразу буду предлагать варианты ответов. Значит, первый вариант ответов. Директор захватывает власть в школе силой. Подходит? Нет. Не подходит. Второй вариант. Директорство в школе передается по наследству. Уже нет. Уже. Ладно. Ну, тогда директора выбирают дети путем голосования. Нет. Тоже нет. Да что ж такое? Ну, тогда последний маленький пунктик. Директора назначают директором другие взрослые. Да. Да. Окей. Все, ваш тезис. Ну, вы, как бы, мои две минуты. Да, то есть, ваш тезис в целом, это что самого, как бы, крутого, которого управляют, назначают другие крутые. Как бы, равные. Равные. Его не назначают равные. Не совсем. Мы чуть-чуть подойдем. Здесь важно то понять, что его точно не назначают дети. Потому что, если бы вы назначали дети, то ему было бы достаточно просто перед выборами раздать конфеты и пообещать, что он всех будет отпускать с урока. Поэтому, очевидно, что такая система, она, ну, будет ужасна. Поэтому у нас есть вот какое-то другое, другой способ. Хорошо. Это некие взрослые, и они бывают там разные. Это могут учителя, например, выбирать директора, может, какая-то комиссия выбирать директора и так далее. Важно понять, что это точно не дети. Вот это я просто хочу эту точечку поставить. А дальше мы начнем раскрывать в последующем. Я понял. Я запускаю свое время, свое время и мой второй тезис из вот этого моего кондуита. Звучит он так. Конкуренция между группами элиты. Это все по нашей теме. Оно как бы вытекает. Значит, я рассматриваю так, что это неправильная постановка вопроса, как привести элиту, которая избавит мир от войны. Потому что войны – это всего лишь средство для чего-то, для достижения каких-то целей. Я предлагаю другую постановку, я называю ее правильной. Как нам перейти на новый уровень, стать лучше других? То есть, как эволюционировать человечеству в целом? Вот все, что сказанное до этого мною, основано на ситуации, когда разные группы элит конкурируют между собой. Войны возникает, когда конкуренция элит. Две группы и возникают войны. Ну, тут как бы в сторону я немного отхожу. Если предположить, что на земле одна группа элиты, тогда конкуренции не будет. Потому что сам с собой же не будешь конкурировать. Но если предположить, что это так, то у элиты не будет стимула развиваться, и она неминуемо будет загнивать. Но если она будет неминуемо загнивать, она уже не сможет управлять обществом. Тогда ее сменит другая элита, контр-элита. И вот и вытекает, что в ситуации, когда конкурируют различные группы, различные элиты, неминуемо появляются такие явления, которые с нашей стороны ужасны, как война. Ну, я, собственно, закончил, и время мое как раз тоже закончилось. Ну, я сразу отвечу по вашему тезису. То есть одна элита сменяет другую, поэтому война не смешна. Ну, я же о школе, да. Не сменяют, а они конкурируют друг с другом. Они конкурируют. Разные группы, конкуренция, и война – это один из методов конкуренции. Ну, я же тянул туда же. Мы взяли школу, я буду ее обсасывать. Вам время уже, да? Да, пожалуйста. Это я по-вашему сейчас тезису отвечу. У нас есть директор школы. Это должность сменяемая или не сменяемая? Наверное, сменяемая, да? Не по жизни на жизни играть. Ну, когда меняется другой директор, начинается война? Обязательно. Потому что там система смены власти другая. Война может быть... Совершенно верно. Вот вы сейчас сказали, что совершенно другая система смены власти. Может, между претендентами быть война. Кто-то хочет быть директором, а старый директор мешает. И начинается. Мы здесь должны развести четкую грань. Что есть понятие конкуренции, агрессии и так далее, ссоры. А есть понятие война. Война – это нечто совершенно другое. То есть это масштаб, это другое. Поэтому я все-таки за то, что директор директору войны не объявляет. Все-таки именно войны? Нет. Итак, тогда... Что, пробежимся дальше? Значит, мы поняли, что директор избирается временно. И тогда нам надо понять, каковы же его полномочия. Что он может себе позволить. Но мы поняли, что войну он себе позволить не может. Ни с другими директорами соседней школы, ни с какими конкурентами. Вообще нет. Ну, вот, допустим, в чуть более близкой ситуации, например, директор у нас начал воровать. И, ну, может... Да, согласен? Да. Может. Ну, и какой-то ученик, например, увидел, что он ворует. И рассказал другим директорам. И тогда директор решает этого ученика, например, отродить. Он подговорил работников в столовой, чтобы они ему подкинули какой-нибудь новенький позавчерашний сырник, тарелку. А если не получилось отравить, он его посадил в школьный чулак. Может такое быть у нас в школе? Ну, вы рассказывайте дальше. А что? Мои две минуты истекли, да? А? Мои две минуты истекли? Истекли, ну, вы все равно мысль до конца доводите. Это ориентировочный наш, как бы, такой таймер, ориентировочный. Окей. Ну, наверное, вы скажете, что нет. Ну, такого не бывает, что директор стал травить учеников, остальных запугивать и так далее. Окей. Ну, какие могут быть еще проблемы с директором? Например, он переспал с 11-ти классницей какой-нибудь. Ужас, ужас. Может такое быть. Я не знаю, я об этом не слышал. Ну, возможно, может. Ну, допустим, может. Ну, это более ранее, чем школа на школу. Война также. Окей. Будет ли такой директор, если это... Будет ли такой директор продолжать оставаться директором? В обычном условии. Ну, если скандал вылезет наружу, то его снимут с должности. Ну, его снимут с должности. Хорошо. Зависает. Ну, например, директор был отличный директор. Он очень сильно... Угу. Итак, у нас был директор, очень классный директор. Но он постарел. Начался у него маразм. И он стал на школьной линейке читать одну и ту же бумажку по два раза. Будет ли такой директор продолжать оставаться директором? Если человек психически нездоров, то его же как бы снимут. Он не отвечает своей должности. Угу. То есть будет. Таким образом... То есть будет устранен. Да. То есть таким образом... То есть таким образом... Нужна же какая-то адекватность. Если человек проявляет неадекватность, это очевидно всеми его снимают. Да. Но это очевидно вообще образовательный школьник. А в мире мы видим другие примеры. На этом пока мой тезис. Как его можно подытожить? Что... Ну, одним... Одним предложением. Его можно подытожить таким образом, что если себя директор начинает вести не так, как следует, то он уйдет с должности. Никто не будет ждать пять лет, когда он закончит свои полномочия. А вот каким образом он будет уходить с должности тоже в следующий путь? Тезис. Так, я понял. Я запускаю свое время. И... Мой как бы последний подготовленный тезис... Он звучит так. Новый враг, новые проблемы. Третий тезис. Значит, в предыдущем тезисе я сказал, что элиты постоянно конкурируют между собой. То есть, есть за что. Ну, представим, что если для всей Земли появляется какой-то один враг, и этот враг одинаково угрожает всем элитам, то очевидно, что элиты объединятся, потому что враг угрожает всеми, и чтобы выжить, нужно объединиться. Ну, какой это может быть враг? Ну, самое очевидное, это инопланетяне. Если прилетели инопланетяне, они хотят свою волю нам внушить и делать так, как им нужно, а не как нам нужно. Ну, инопланетяне, пока их не видно на горизонте, это воображаемая проблема, более реальная. Другой враг, например, всемирная пандемия, или экологические проблемы, или еще проблемы вот такого рода всемирного, то есть угроза существования человечества как вида. И последствия этой угрозы должны быть ужасающими, то есть все до такой степени должны быть в состоянии такого ужаса, чтобы объединиться и противодействовать угрозе. Я рассматриваю так, что в основании существования элиты всегда лежит борьба с какими-то угрозами. Всегда. И элиту не люди выбирают. Элита сама проявляет себя, как инстинктивная реакция общества на борьбу с этой угрозой. То есть угрозе нужно противодействовать. И поэтому у нас звучит тема, как привести элиту, способную избавить мир от воин. Значит, мой ответ. Мой ответ. Время моего стекла, но я докончу. Мой ответ. Ну, во-первых, элита проявит себя сама, и она проявит себя тогда, когда будет угроза пострашнее конкуренции между элитами. То есть будет угроза, объективная ситуация, которая для всех единая. То есть угроза извне. Вот тогда эта элита, она сама проявится, то есть мы ее не приведем. Она проявится, когда будет новая угроза. И тогда войны между нами, они прекратятся, но появится борьба другого плана, мы все будем бороться с чем-то другим. Ну, по сути, я закончил, передаю слово. Значит, ваш тезис меня натолкнул сразу на мысль про Римскую республику, когда на континенте был определенный паритет сил, и все за этим следили. Но один хитрый народишка, как римляне, они попробовали этот паритет сломать, и у них это получилось. И в итоге у нас возникла огромная Римская империя. Римская республика. Вариант, когда все объединяются против какой-то силы, одно и то же было в истории, например, нашествие гуннов. Ну, вы знаете, были народы в Европе, которые враждовали. Другому, когда появилась вот эта вот общая угроза, они все сплотились, и ударили в ответ. Но элиты, они при этом не менялись. То есть элиты, как были вот у них там князьки свои, так они и остались. И как только они этих гуннов, ну, с ними разобрались, то эти князьки так и продолжили, и продолжились войны, и все такое. То есть это не сплотило, то есть это не привело мир к миру. То есть войны как были, так и будут. Ну, вот так. Я не знаю, что там будет у нас с пандемией и так далее, но пока вот если мы говорим о политической сфере, то здесь вот так будет. Окей, ну что, вернемся тогда к директору? Да, тогда ваш тезис. Окей. Как же директор у нас будет отстранен? Ну, я опять вам предлагаю тупые варианты ответа. Значит, Первый тупой вариант ответа. Дети начнут гоняться за директором по коридорам, когда его догонят, забьют его ранцами, закидают пеналами, потом достанут маркер, я не буду говорить, что они дальше будут делать. Нет. Может такое быть, школьник? Не может. Странно. Ну, тогда второй вариант. Ну, школьники просто возьмут и проголосуют, что директора надо украть. Нет. Тогда директор убьет. Тоже нет. Как они могут за него голосовать, если они его не выбирали? Таких нету правил. Возможно, можно такую школу создать, но таких я не знаю. Да. Ну, тогда надо превратиться в современный мир, где все друг за другом гоняются и слабых бьют. То, о чем вы говорите. То есть, если у тебя нет ядерного оружия, говорят, у тебя будут пить. А ядерное оружие, это вроде как ты взрослый. У меня пистолет есть, значит, я взрослый. Пистолет, другая обезьяна украла, все, теперь она взрослый. А я уже... Нет. Хорошо. Так что у нас тогда получается? Как ученики могут отстранить директора? Как вы считаете, вот если вы ученики... Ученики никак. То есть, вы считаете, что ученики это вообще безмолвное такое стадо, которое вообще никак не может ни на что пройти? Нет. Ну, они сигнализируют о ней адекватности директора. Куда? Сигнализируют. Кому? Кому? Сигнализируют обществу и, по сути, те люди, которые поставили директора, они видят что-то не то. Нет. Давайте сейчас конкретнее. Кому ученик даст сигналы? В первую очередь. Родителям. Родителям. Совершенно верно. Другим. Тогда давайте разберемся, кто такие родители. Сколько у меня там еще есть? Уже я время не выставляю. вы рассказываете свой тезис до конца. Потому что я свои тезисы закончил. Тогда нам надо понять, что такие родители. Ну, родитель, это взрослый, и это близкий. Вот два тезиса. Взрослый и близкий. Уточняющий вопрос есть сразу, потому что не все аж поймут. Может ли родитель, например, быть родителем для двух тысяч детей? Нет. Родитель, это индивидуально для своего ребенка. Почему родитель не может быть для двух тысяч детей? потому что он же их не рожал, этих детей. Он их не зачинал. Не, 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 вы же не туда. У нас, я же родителям не как-то родителям, я же родителям, конечно, другому. Вы же прошулавливаете. Например, школы, родитель для своего ребенка, родитель. Он родитель для своего школьника. Родитель для одного. Да. Для других он не родитель. Ну, во-первых, не обязательно для одного. У него может быть несколько детей. Ну, даже в одном классе. двойняшки, тройняшки, не знаю, кто там еще. Но он не может быть для двух тысяч и родителям, потому что это следует за определение. Потому что родитель это близкий взрослый. А быть близким для двух тысяч невозможно. Согласна, да? Вы же понимаете, что такое две тысячи? То есть, к чему я планирую? Ну, еще нет. Еще нет. Тогда мне надо чуть расшифровать, потому что, если мы говорим сейчас, о неких выборах, то есть мне сразу скажут, у нас же в обществе тоже выбирают как представительская демократия, по чуть-чуть, по ступенечкам. И вот ближайший взрослый это может быть какой-нибудь депутат городского совета. Это, наверное, самый маленький человечек, которого мы можем выбирать. Так? И за депутата городского совета голосуют, ну, в моем городе это примерно две тысячи человек. Ну, я просто понял, к чему вы ведете. Я просто смотрел там видео, я забыл, как эта система голосования называется. Это Роман Мищенко, он там разработал систему голосования. Я там очень поверхностно я знакомился с этой системой, что сразу выбирают, члены своей семьи выбирают главного. Потом те, которых выбрали самые близкие, они выбирают еще там второй уровень. И так много, как бы, таких этапов. Но это я просто знаю, о чем речь. вы об этой системе говорите? Да. Да? Да. Ну, это я просто знаю. Если, например, кто-то нас смотрит, он не знает, что это за система. Если вы подводите к этой системе, то вы можете о ней рассказать. то есть ваше повествование оно упирается в систему голосования, как отобрать самых адекватных, самых ну, то есть систему выборов, систему выборов власти. Ну, я бы правильно понял, да? Ну, смотрите, в этом же вся риторика. Вот я почему о директоре говорю? Он же пришел не силой. То есть если вы мы говорим, что вот у нас там есть элиты, они сами по себе проявятся. Как они сами по себе проявятся? они могут проявиться силой. То есть первый вариант силой, второй вариант по наследству и третий вариант выбора. По сути только три варианта или еще что-то. Ну, сейчас я так понимаю, что должен быть ваш тезис по этой системе выборов, да? То есть вы должны рассказать о этой системе кратко очень и как бы понятно, да? Да, но прежде чем рассказать, надо немножечко понять ее природность и абсурдность ну, абсурдность тех вариантов, которые у нас сегодняшние существуют. Ну, у нас тема «Как привести элиту, способную избавить мир от войны?» мы как бы пришли к той ситуации, что ваше повествование оно привело к тому, что нужно просто правильно выбрать адекватных людей и технология выборов. Но тут вопрос стоит так, что если мы выберем адекватных людей, где факт, что они избавят мир от войны? Может, они наоборот новые войны начнут? Тех, которых ранее не было. Как бы говорят, что топливо войны это внутренняя агрессия человека и человеческих масс в целом. Вот, допустим, вот такое общество, в котором есть внутренняя агрессия и они избрали соответствующую элиту. И уровень агрессии это же топливо для войны и мы наоборот привели элиту, которая не избавляет мир от войн, а она эти войны начинает. Вот в определенном обществе есть внутренняя агрессия, которая есть топливо войны. И это общество выбрало элиту, которая реализует выход этой агрессии. И эта новая элита мы привели, но она не избавляет мир от войн, она эту агрессию воплощает в войне. Здесь надо немножко сразу говориться. Фишка в том, что элита она не просто воплощает топливо войны, она его искусственно насильственно создает. Если вы знаете, я сразу тезис из истории. Когда началась Первая мировая война, появилась проблема. Немцы и французы не хотели друг друга стрелять. Они сидели в окопах и не стреляли. Они не понимали, зачем я должен убивать такого же человека этого другого. И это реально стала проблемой. правители нашли выход. Они нашли выход, как все-таки людей строить. Они создавали специальные группы, которые заползали в окопы к противнику и похищали оттуда солдаты. И таким образом те похитили, потом те похитили это надо было понимать это надо раскачать. Это не так легко раскачать войну. Это раскачивается специально очень долго. Хорошо, это один вопрос. Тут просто любая война реально основана на раскачке. нет раскачки, не будет войны. Люди сами по себе, у них нет. Непонятно им, зачем воевать. Таких войн давно не было, чтобы так было всем понятно, зачем идти убивать. Ну или приведите мне пример, где была такая война. Хорошо, я принимаю. Я принимаю этот тезис. Еще один вопрос. Вы выстроили логику, что родитель и нужно выбрать близкого. То есть вроде бы дети должны выбрать родителя, но родители же не выбирают. Родители это данность. Вы уверены? Родители это данность. родитель родил ребенка. Это его детище. Давайте порассуждать. Что делает родитель родителем? Вы скажете рождение, все понятно, но мы сейчас смотрим в другой космос. Это некие функции, которые выполняют родители по отношению к этому ребенку. Что он делает для него? Он его кормит, он его учит, он ему создает некие смыслы. с ним в конце концов интересно с родителями. Но ребенок не может поменять родителей. Родители ему даны, он же не выбирает. И фраза такая родителей не выбирают. самое страшное шумо. И это происходит сейчас. Если я закончу предложение. Если родитель вот эти функции родительские не выполняет, то первый вариант у него могут вообще отобрать это реально. Государство отбирает ребенка. И второй вариант ребенок сам от него уходит куда? К другому родителю. Например, к бабушке, дедушке, к тете, к своей или вообще к другим людям знакомы. То есть такое тоже происходит. Или ребенок вообще становится безбезонным. Это тоже происходит. Это исключение из правил. Это исключение из правил. Совершенно верно. Да, это исключение из правил. Но мы должны понимать, что родителя родителям делают функции. Не то, что он родил и потом ходит бумажкой машкой родил, а некие функции. И ребенок он здесь не безмолвки. он имеет тоже выбор. Ну хорошо, я это упускаю. Вы можете сказать свой окончательный рецепт, который венчает вашу логику. Вы рассказывали свою логику, и я так понимаю, что сейчас пришло время рецепта, услышать рецепт. Итог логики следующий. что дети они не безмолвны, они не стадо. Дети имеют возможность делать свои выборы, но эти выборы должны находиться в рамках их компетенции. Если мы вынуждаем, заставляем или подталкиваем какого-либо человека делать выбор вне его компетенции, то это с нашей стороны является преступлением. Это все равно, что взять ребенка, подвести его к электрощитовой и сказать чини. Это преступление, так нельзя делать. И если мы попробуем решить эту задачу, а как же нам быть тогда счетовой, если силой мы не можем, силой электрик не может ворваться в хату и начать чинить счетовую, по наследству тоже он не приходит, и получается дети голосовать не могут, не могут эту счетовую, как же нам быть? вот я опять же я как через детей будет. Извините меня, что я очень сильно примитивизирую, но раз так пошла тема, давайте представим себе первым увидел ребенка, каковы его действия, я опять прошу вас обещать мои вопросы. Он будет бежать ко взрослым и просить к маме, он побежит к маме, скажет, мама горечий товар, мама подбегает, смотрит, ой, блин, страшно, куда она побежит, она побежит к мужу, муж, там горит, там по мужской части, ну муж подбежал, ну что он может, ну там если у него есть специальный этот огнетушитель, он может потушить, ну хотя бы потушить вот он потушил, но на этом же история не заканчивается, надо же восстановить электростанклинику, и вот какие дальше будут действия вот этого мужа, ну он может позвонить соседу дяде Васе и сказать, дядя Вася, ты там по рукасти там чуть-чуть соображаешь, что тут у нас вообще произошло, это гляньще, дядя Вася подошел, он говорит, да не, ну тут сложная тема, я не разбираюсь, тут тебе нужен электр, но ты вот тем вот электриков ЖЭКовским, ты им не звони, там бараны только придут, еще деньги за вызов возьмут, короче, от них толку не будет, ты лучше позвони вот по такому телефону, вот те ребята приходят те ребята, поковырялись, посмотрели, сходили, возвращаются, говорят, нет, слушайте, тут сложнее, тут наверху, тут вам нужны электромонтажники, приезжают электромонтажники, походили, посмотрели, подлазили, поговорят, да нет, там проблема на подстанции, тут дальше, зачем я вот так вот сильно-сильно раздробил, чтобы понять, что чтобы решить какую-то сложную проблему, ее необходимо решать многими людьми, поступенчато, возвышаясь, все более и более высокому уровню компетенции и определяет, кого надо, определяет не тот ребенок, ребенок даже не знает о существовании электромонтажника, определяет его предыдущее звено, то есть на самом деле, если мы задумаемся, вот так мы же и действуем в жизни, это же природно, это же естественно так подходить к вопросу, но когда мы, нам говорят, надо делать выборы, то мы берем вот эту вот систему нашу природную, которую мы всегда используем, мы ее куда-то отбрасываем, забываем ее и начинаем там стадом по 2000 человек или даже больше голосовать за кого-то, кого мы вообще не знаем и соответственно получать такой результат. Вот мой тезис о том, что давайте чуть-чуть поближе к природе, рассмотрим человека как некую природную, природную структуру, как в природе происходит коммуникация между обезьян, сколько этих обезьян, в племени. Почему вот в древней Греции там демократия еще как-то работала, когда люди жили в полисе, а полис это сколько человек? Ну полис там порядка 20-30 тысяч, где-то вот так. Нет, это уже мегаполис. Мегаполис. Да, там до 10 тысяч. В времена Платона, вот Платона, там Афины, то там что-то в районе 20 тысяч там было. Ну вот чем больше оно разрастется, тем сильнее оно деградирует и уградится. Вот пока оно работает на каких-то маленьких группах, где люди друг друга знают, оно еще хоть как-то работает, как только мы вываливаемся. За определенное количество, когда человек не может знать того, кого он выбирает, тогда начинаются манипуляции, появляются всякие ораторы-софисты, которые обманывают, пиарщики. Ну это мы просто плавно перетекаем в следующую тему. Я просто предлагаю сделать следующую тему. Тут скорее вы будете рассказывать о этой системе, а я буду слушателем и буду задавать вопросы о этой теме. Отлично. То есть мы так построим, потому что я эту систему я там очень приблизительно читал, очень поверхностно и деталей я не совсем пойму, как она работает. Мне интересно было как бы разобраться в этой системе, но и сама жизнь подвела, что есть возможность узнать узнать получше эту систему. Да, у меня есть презентация на эту тему, не одна. Я знаю, что и сайт есть, и в Ютубе канал есть по этой системе. Она как-то называется, скажите, как она, там термин какой-то. Роман назвал ее универсальный демократический стандарт. УДС, УДС, да? По-моему, УДС. Да, я не совсем согласен, если честно. Я считаю, это слишком громко. Я вообще против громких каких-то таких вот. Но определенные задачи эта штука решает. И я думаю, это стоит рассмотреть. Мы просто не будем сейчас время отбирать. Наверное, эту дискуссию заканчиваем. Я нажимаю остановить, а следующая наша дискуссия будет о этой системе выборов. как можно бы выбрать достойных людей. Да. А по этой дискуссии, что сегодня у нас состоялось, будет голосование, ссылка под видео. И каждый сможет поразмышлять, послушать наши аргументы и проголосовать, высказать в комментариях свое мнение. Окей, супер. Да, я нажимаю приостановить.